Путин буквально на днях сказал, что война будет длительной. Просто не останется ни одной семьи на каком-то этапе, который-то война не задела. Россия вполне может вытянуть такую войну. Это будет снова совершенно другая страна. Они пугают народ, что, представляете, даже дворник попадет в Гагу. Очень недовольны Путиным в настоящее время. Может ли Путин позволить себе добровольно уйти? Добрый день, здравствуйте. Это программа «Дорожная карта» с Михаилом Ходорковским и Владимиром Пастуховым. Я ведущий программы Виталий Дымарский. Ну что, будем сегодня гадать на «Дорожной карте». Попробуем предсказать, так же, как и это сделал уже Владимир Путин, о сроках этой специальной военной операции, о сроках войны, которая идет в Украине. Смотрите, сам Путин буквально на днях сказал, что война будет длительной. Война будет длительной. И я хотел сегодня поговорить с нашими уважаемыми экспертами о том, собственно говоря, вот эта длительность войны, как она скажется в России, политически и экономически. Но пришла еще одна информация. Пришла информация от «Большой семерки», которая заседала и вместе, кстати говоря, с Зеленским. Можно его считать уже там восьмым, фактически, членом этого клуба. Он, по-моему, в последнее время все время с ними вместе обсуждает все вопросы насущные. И там такая появилась вдруг дата, 21-22 июня 1923 года, конференция в Лондоне по восстановлению Украины. И многие уже мировые СМИ расценили, что к лету 1923 года Запад рассчитывает войну завершить. Обращаюсь к вам в любом порядке, кто начнет. Жду ваших комментариев по поводу... Ну, давайте начнем с «Большой семерки». Насколько вы считаете реальной дату лета 1923 года? Вот сейчас на меня прямо смотрит Михаил Борисович. Давайте с вас начнем, Михаил Борисович. Сегодня очевидно, что в нынешнем положении и с точки зрения поставок западного вооружения в Украине, и с точки зрения производства вооружений в России, и возможностей новых мобилизаций при нынешнем состоянии российского общества и управления войной, ситуация близка к исчерпанности с обоих сторон. То есть фронт может двигаться на некоторое расстояние туда и сюда, но, скорее всего, что существенных радикальных изменений не произойдет. И если стороны признают это статус-кво, то тогда действительно к лету, после неизбежной попытки весной как-то это статус-кво поколебать, к лету возникнет вопрос о необходимости прекращения этой войны. У этой ситуации есть несколько преходящих обстоятельств. Первое – это неготовность России и Кремля переходить к реально тотальной войне. Второе – это неготовность Запада увеличивать масштабы, радикально увеличивать масштабы помощи Украине, и одновременно готовность не сокращать эти масштабы помощи Украине. И, наконец, самое важное – это готовность украинского общества принять существующее статус-кво. Вот если все эти три составные части сойдутся в единое целое, то к лету, возможно, действительно разговор о временном прекращении войны. Надо понимать, что оно будет исключительно временное, потому что Путину сейчас очень нужен, по крайней мере, год на восстановление, пополнение запасов вооружения, которые у него исчерпаны, и он не смог пока наладить производство в достаточной мере. Ему нужен год на то, чтобы мобилизовать тех граждан Украины, которые остались на оккупированных территориях. И понятно, что в качестве пушечного мяса для Путина наиболее выгодно использовать именно их. И вот по истечении этого приблизительно года Путин будет принимать решение, если такое замерение временное произойдет, он будет принимать решение, надо ли ему, может ли он начинать военную операцию заново, начинать эту войну заново. Это будет зависеть от того, в течение этого года будет ли Украина активно пополняться вооружениями и в каком соотношении украинские и путинские войска окажутся к окончании этого года. Исходя из того, что я вижу и понимаю, в тот момент, когда будет заключено перемирие, массовые поставки вооружений в Украину прекратятся. То, что Украина за это время сможет, за год сможет восстановить свою промышленность настолько, чтобы скомпенсировать вот эти поставки, я не верю. То есть, в моем представлении война начнется заново. То есть, если, так сказать, играть словами, то это скорее даже не перемирие, а прекращение огня. Да, это прекращение огня. Не более того. Интересная только одна деталь, которую я подметил в вашем комментарии, Михаил Борисович, это то, что вы говорите, в зависимости от того, как будет реагировать общественное мнение на Украине, в Украине, извините, при этом, как я понимаю, в России общественное мнение никого не интересует, и никто его ничего не спрашивает. И как будет реагировать общественное мнение в России, это вообще не имеет значения. Ну, это не совсем так, или, на мой взгляд, совсем не так. Реакция Путина, необходимость для Путина начать войну заново будет как раз связана с тем самым российским общественным мнением. Просто, когда мы говорим про общественное мнение, то это мнение не всего российского общества, не там 140 миллионов человек, и даже не 100, там, 2 миллионов избирателей. Это мнение очень небольшой, но достаточно влиятельный на сегодняшний день. Группа, которая создалась в ходе этой войны, это тех, кого мы называем национал-патриоты, это несколько десятков тысяч, может быть, даже уже сотен тысяч людей, у которых в руках оружие, и которые очень недовольны Путиным в настоящее время. Они недовольны, а не тем, как он ведет войну. И надо понимать, на мой взгляд, что он ведет ее так, как он ее ведет, не потому что он такой голубь всезакрылый, а потому что для того, чтобы вести войну по-другому, ему надо изменить свою жизнь, изменить жизнь своего окружения. Частью этого окружения жизнь, так сказать, видимо, закончить. И поскольку он к этому не готов, то и вести войну по-другому он тоже не может. Ну, еще вопрос, конечно, есть ли у него такие возможности. Мы еще это обсудим. Владимир Борисович, что вы согласны с этим сценарием, что к лету есть вероятность того, что это завершится? Ну, я что, не повторяться сценарием таким согласен, но это, как знаете, в теории струн. Существует, как теперь предполагается, гораздо больше миров, чем нам кажется, и наш мир один из десятков возможностей, какие-то другие измерения. Это один из возможных сценариев. То есть я согласен с некоторой базовой формулой о том, что есть очень много превходящих факторов. С моей точки зрения, этих превходящих факторов настолько много, что говорить о каком-то определенном сценарии, вот это, допустим, с большой долей вероятности будет длительная позиционная война. Ну, то есть это можно только как какие-то гипотезы, которые выдвигаются при очень серьезных допущениях и ограничениях, потому что мы абсолютно, ну, к сожалению, уже никто не управляет сегодня ситуацией. То есть эта ситуация управляется сама собой, и не три, не четыре, а сотни случайных обстоятельств могут на нее повлиять. Поэтому я не склонен, честно говоря, гадать не только на дорожной карте, но даже на кофейной гуще. Но я склонен сказать о другом. Я воспринял слова Путина не как прогноз, тем более не как директиву. Там, типа, вышел такой великий Наполеон, сказал, ну, это будет длинная война. Я читаю Путина между строк. И мне кажется, когда он выступает, то он таким образом озвучивает, как бы, сценарии, которые он считает для себя приемлемыми и комфортными. И он, как бы, переползает с одного сценария на другой. То есть там первый сценарий был, мы напугаем ежика голой России. Вот мы скажем, что мы готовы воевать, и все, как бы, пойдут нам на уступки. Но не получилось, никто не пошел. Тогда, говорит, мы устроим второй запад. Хорошо, мы будем воевать. Вы говорите, что мы блефуем. Мы вам докажем, что мы не блефуем. Мы сейчас устроим маленькую победоносную войнушку. Вот и был второй сценарий. Маленькая победоносная войнушка. В современной терминологии специальная военная операция. Дальше все говорили, если маленькая победоносная войнушка провалится, то к большему-то они не готовы. То есть они боятся, и мобилизации боятся, и восстания народа боятся, и двухсотых, и двухсотых они боятся. Но вот сейчас он озвучивает, как бы, третий комфортный сценарий. Я говорю, нет, мы этого не боимся, как бы, мы готовы втянуться в большую войну. Вот он, на самом деле, сформулировал не в смысле, что он первый. Вот ни в коем случае его нельзя считать. Владимир Борисович, то есть вы считаете, что длительная война – это синоним большой войны? Ну, длительная война – это всегда большая война, потому что она вовлекает все больше и больше количества людей. То есть это не обязательно Третья мировая война. В принципе, это может локализоваться. Я, кстати, думаю, когда я говорю «большая война», я имею в виду, что она для России большая, что там через какое-то время и в России с ее 140 миллионами, будет то же, что и в Украине с ее 40 миллионами. Просто не останется ни одной семьи на каком-то этапе, который эта война не задел. Вот что я понимаю по большей войне. Не в смысле Третью мировую войну или там нападение на НАТО. Я имею в виду, что война перестает быть… Она реально становится отечественной, народной. В том смысле, что она начинает затрагивать так или иначе. Кто-то будет терять близких, кто-то будет мобилизован, кто-то будет мобилизован на трудовой фронт, кто-то прочувствует на себе… Вот война в предыдущем формате – это была война немногих. А вот это действительно будет война всех. То есть вот новый этап, длительность – это только одно измерение. А второе измерение – это все-таки протяженность, скажем так, по пространству. Это будет война всех. И он сейчас для себя. Он формулирует это не для нас, с моей точки зрения. Он формулирует это для себя, на что он и его ближайшее окружение как бы вовремя готовы. Вот они для себя сформулировали. Мы готовы, чтобы это состояние длилось долго. Мы к этому готовы. Вот смысл заявления, что нас и на самом деле… Тогда у меня к вам обоим вопрос. А готова ли Россия… Давайте так, политически мы поговорим. Экономически может ли она выдержать такую длительную войну с учетом санкций, с учетом нынешнего состояния экономики? Как долго она может продержаться вот в этом состоянии войны? Михаил Борисович. Понимаете, если мы говорим про экономическую ситуацию и про практическую ситуацию с сырьем, с различного рода материалами и так далее, то, на мой взгляд, конечно, может. Потому что необходимые комплектующие для не самых, может быть, совершенных вооружений вполне себе можно получить из Китая, из Ирана или через территории аналогичных стран. В общем, это не так сложно. То, что касается энергетики, в общем, с чем с чем, а с энергией у России нет проблемы. То, что касается трудового населения, трудоспособного населения, то тоже, в общем, при мобилизационных мерах с этим тоже большой проблемы нет. То есть, с этой точки зрения Россия вполне может вытянуть такую войну на достаточно длительный промежуток времени и, я считаю, в гораздо более масштабных формах, чем то, что есть на сегодняшний день. То есть, я бы сказал бы так, в 10 раз приблизительно. Но это именно тогда нужно довести, вот как сейчас сказал Владимир Борисович, как, собственно говоря, хотела очень сделать наша власть, наша, я имею в виду, российская. Надо довести население вот до состояния Отечественной войны, когда, так сказать, население, люди, рядовые люди готовы к любым лишениям. Совершенно верно. Я вот к этому сейчас и перехожу. То, что она может это сделать с точки зрения экономической, не означает, что она это может сделать с точки зрения практической. Это потребовало бы совершенно иного, и вы совершенно правы здесь, психологического состояния. Это психологическое состояние порождается не только пропагандой, и вот не голой пропагандой. Оно порождается в том числе и целями войны, а цели войны, в общем, достаточно такие подозрительные с точки зрения российского общества. И, во-вторых, оно порождается репрессиями, причем репрессиями не внизу, а репрессиями наверху. Я вот недавно писал на эту тему блок, который, как это ни смешно, оказался очень схожим с тем, что записал Стрелков Гиркин в этой части. То есть у нас с разным знаком, но выводы в этом смысле достаточно похожи. То есть, скорее всего, вследствие этого они верны. Поскольку, если люди с настолько разными взглядами, так сказать, в этой части совпадают, мы помним сталинские времена, и нельзя сказать, что Сталин был, так сказать, маньяком. Он делал некие прагматичные вещи, просто не обращая внимания на жизни людей. Так вот эти прагматичные вещи, например, требовали репрессирования четверти тогдашнего состава спецслужб, НКВД того самого. И в наше время это тоже потребуется, потому что сейчас, например, если мы возьмем ФСБ, там две трети занимаются коммерцией. Но во время войны это будет абсолютно невозможно, во время тотальной войны. Но для того, чтобы это прекратить, четверть состава нынешнего ФСБ придется репрессировать. Ведь вот Путин к этому готов, ФСБ к этому готово, не убежден. Ну, это мы у них спросим. Причем, когда мы говорим репрессировать, это означает вот в условиях войны, так по-настоящему репрессировать, то есть вычеркнуть из жизни. Это значит либо убить, либо загнать так далеко, чтобы люди точно не могли оказывать никакого воздействия. Понятно. Спасибо. Владимир Борисович, а вы согласны с тем, что вот наших людей, наш народ, наше население, называйте как угодно, действительно можно с помощью пропаганды или еще чего-то довести психологически, как сказал Михаил Борисович, до состояния защитников Отечества, как при Отечественной войне? Я вообще считаю, что если человеку очень долго бить, то его можно довести до любого животного состояния. Вся история человечества доказывает то, что если человеку целенаправдно долго бить, периодически, правда, давая ему глоток того воды, который будет оценивать в этих ситуациях, как бокал шампанского, то его можно довести до любого состояния. Это такой философский вопрос, он связан с нашими ожиданиями. У нас есть ожидание того, что каждая следующая ступень, на которой мы оказываемся, она является последней. А реальность, с моей точки зрения, такова, что лестница, которая ведет в расстреле подвал, она бесконечна. И, как это ни странно, в принципе, какая-то такая мистическая лестница, как на картине Хешера, она как бы вроде конечна, потому что всегда конец какой-то бывает. Но при этом там каждый раз вот между вот это уже конец и этот конец наступил, умещается какое-то бесконечное количество новых ступеней дна. И в этом направлении будет эволюционировать ситуация. То есть я могу сказать одно. Возможно ли длительная, очень долгая война? Безусловно, да. Можно ли это позволить себе с точки зрения экономического ресурса? Безусловно, да. То есть Россия может себе позволить длительную войну такого масштаба. А может ли она себе позволить политически? Парадоксальным образом тоже да. Но при одном условии. Это будет снова совершенно другая страна. То есть весь вопрос в том, что для того, чтобы война стала длительной, режиму нужно будет совершить новый фазовый переход. Он уже сделал несколько таких фазовых переходов. Вообще мы живем, на самом деле, в очень революционное время. Об этом я не сознаю. Но в последние 3-4 года Россия проделала колоссальный путь, равный тому, который она проделала с 89-го по 91-й, но в обратную сторону. То есть мы уже живем внутри революции, по большому счету. И я думаю, что как бы следующая фаза, это черная революция, она необходима для того, чтобы сделать возможность длительную войну. То есть эта следующая фаза, она предполагает, что жизнь в России тогда будет совершенно другой. И методы воздействия на население, вот чтобы оно не замечало того капкана, в котором общество оказалось, будут принципиально иными. Вот это связанные вещи. То есть то, что Путин сказал, вот помимо прочего, то есть если мы говорим, что это его видение, скажем, возможного и приемлемого, оно имеет обратную сторону, которую он не сказал. То есть это возможно и приемлемо, они смогут удержать ситуацию только тогда, когда даже вот тот сумрачный свет, который мы сегодня видим в России, он погаснет. То есть я считаю, что теоретически, я не говорю практически, Михаил Борисович смотрит на все с практической точки зрения. Я с практической точки зрения смотрю плохо, не моем плане. Но я могу сказать, что с теоретической точки зрения никакого теоретического ограничения для того, чтобы Россия опустилась в подвал массовых репрессий, расстрела, возобновления смертной казни, полная изоляция, их не существует. К сожалению, их не существует. Нет вот этой вот точки, какая-то нет. Но на это народ не пойдет. А это что? А это необходимые условия? Это необходимое обстоятельство при длительной войне? Да, я считаю, что да. Потому что при длительной войне силой сопротивления ей будет естественным образом возрастать. И эту силу сопротивления ей надо будет гасить соответствующей контрсилой. И это потребует перехода на принципиально иной уровень эволюции репрессийства мафиозного государства. Да, но тогда возникает такой вопрос. Если эти силы сопротивления будут расти, не может ли наступить тот момент, когда эта сила окажется более эффективной, чтобы не сказать более сильной, чем сила власти? Мы знаем исторически два примера, когда происходило то, о чем вы меня сейчас спрашиваете. Ну, по сути, два, потому что третий не в счет. Вы имеете в виду Россию только? Россию, да, конечно. Я не специалист по глобальной истории. То есть мы видели 17-й год и революцию тогда, и мы видели 53-й год и, ну, по сути, окончание революции через год, переворот. Ну, вот здесь мы посмотрим на 17-й год. То есть там ключевым моментом этой ситуации была именно по сути неудача на фронтах. Это были достаточно... То есть война затянулась, она шла плохо, армия в значительной степени была разложена, было огромное количество дезертиров. То есть вот возникла вот эта ситуация очень большой дезорганизации. Власть дала слабину. Власть дала слабину. Она металась между либеральными реформами и столыпинскими галстуками. И каждое метание от одного к другому, вот это неготовность царя всех расстрелять, одновременно неспособность его провести более-менее реформы, которые бы вывели в колею правового какого-то демократического государства. Она... Власть сама раскачала эту ситуацию, сделала возможную революцию снизу. Плюс было необходимо для этого топливо, и плюс было самое главное. Страна была заполонена оружием. Ну, то есть если вот эта длительная война пойдет вот по этому сценарию, то есть когда на фронтах будет мясорубка постоянно, оттуда будут бежать люди, будет огромный поток оружия, который наводнит всю Россию, и будет вот эти вот птицы Керенск, будет эта вот криминализация всего и вся. И такой вот хаос, но тогда вот этот вот сценарий как бы возможен. Второй вариант это 1953 год, но 1953 год это хороший сценарий, ну, у него было одно такое условие, Керанумер. Тогда надо ждать. Тогда надо ждать, пока уйдет центральный связующий пункт. Поэтому у меня вот таких вот прогнозов, то есть это может произойти, но в этом нет никакой детерминированности. 91-й год для вас не пример. А 91-й год для меня это вообще немного другая история. Это революция сверху, это революция царя-реформатора, который как раз сгорел в плотных стоях атмосферы. Это, знаете, больше похоже на Петровские реформы, но Петрову не... Но в этот раз Петру Первому не повезло. Когда поговорим, то это уже по другому по другому случаю. Михаил Борисович, вы согласны с Владимиром Борисовичем о том, что... Ну, переход... Я вас спрашивал экономически, теперь я вас вас же хочу спросить про политические последствия этой длительной войны. Насколько политически путинский режим готов выдержать тоже эту длительную войну? В нынешнем его виде, конечно, нет. При переходе к более тоталитарной форме, теоретически говоря, мог бы, но я считаю, что ни Путин, ни кто из его окружения, включая Пригожина, с которым он теперь, насколько я понимаю, как шерочка с машерочкой, никто из них не способен привести страну вот к такому виду, потому что это, в общем, это очень такая специальная ситуация, и она должна быть специальной с точки зрения в том числе идеологической, то есть люди должны верить в то, что они делают, люди должны быть готовы отдать ради этого жизнь. Мы все помним, как закалялась сталь, и поскольку мы знаем, кем это произведение было написано, мы понимаем, что оно было написано, как говорится, от души, для того, чтобы довести людей до состояния, как закалялась сталь, когда они просто готовы сжечь себя на медленном огне ради какой-то идеи. Ну, это не Путин нужен, и не Пригожин, и не вся вот эта банда, которая, в общем, живет и трудится ради денег и комфортной жизни. То есть, это не... А здесь нужна, вы думаете, идея, которая выше денег, выше удовольствия. Ну, да, и такую, такая идея, к счастью, не так часто появляется. Такая идея была у Гитлера, так сказать, идея того, что арийская нация, она выше всех остальных. Так сказать, эта же идея не обязательно должна быть хорошей, да, эта идея... Нет, это понятно. Уж точно не должна быть правильной. Она просто должна быть захватывающей, или что мы все можем жить в коммунистическом обществе, когда все люди, братья, сестры и так далее. Нет, я хочу спросить, что, так сказать, вот захват, эта идея, как вы говорите, она должна быть захватывающей. Захват этой идеи, нынешней идеи, которая присутствует все-таки в российском обществе, она недостаточен, этот захват, чтобы перебороть повседневные такие потребности представителей власти. Слушайте, ну, какие сейчас идеи? Вот если то, что мы слышим, во всяком случае, в процессе качественных социологических вопросов, базовая идея вот тех, кто за продолжение войны, это то, что выразила так четко Скобеева и Симонян. Если мы проиграем... Не попасть в Гаагу, да? Да, если мы проиграем, то даже дворник попадет в Гаагу. В Гаагу, да. Окей, так сказать, почему-то часть дворников вдохновились, они решили, что они действительно не могут попасть в Гаагу. Это на дикмар быть единственный путь в полный мир это называется. Владимир Борисович, кстати, по поводу вот этих заявлений Скобеева и Симонян, это вообще довольно интересная вещь. Они... Это акция продуманная и разрешенная, мне кажется, или это совпадение, что две эти дамы решили это высказать, эту не очень глубокую, но всегда скрываемую мысль. Потому что... Если в анекдоте, если в анекдоте, не помню его содержание, что-то неприличное, то есть такая фраза, навеяло. Ну да, было такое. Да-да-да, музыка навеяла. Музыка навеяла, да. Музыка навеяла, это был такой анекдот, да. Ну хорошо, музыка навеяла, но раньше даже боялись вслух произносить, такие вещи. Это реальный страх, или это... У меня был разговор на эту тему с политологом, и они говорят, что нет, это тоже форма пропаганды. Это... Они пугают народ, что вы представляете, даже дворник попадет в Гагу, поэтому сопротивляться надо, выигрывать эту войну надо всеми силами. Это форма пропаганды или форма их страха? Нет. Давайте так, грубо. Я с вашим сопеседником, но это форма пропаганды от небольшого ума. То есть на самом деле надо понять, что люди, которые сегодня занимаются пропагандой, у них очень сейчас завышена самооценка. Ну, потому что хорошо быть классным при полном отсутствии конкуренции на телеэкранах. То есть, ну, выпустили одну, вторую, третью, других не выпускают, поэтому кажется, что все суперзвезды. И у них уже вот такое неограниченное творчество мозга, и они сами выдумывают себе какие-то клише, которые, как им кажутся, такие красивые заходы. То есть я уверен, что то, что было сказано, была комбинация двух вещей. Во-первых, это уже необузданная такая фантазия, ну, немного... Ведь для того, чтобы быть в состоянии наркотического опьянения, не надо употреблять наркотики. То есть сейчас вот обстановка в стране, она в целом такая, как будто бы все на наркотиках. И люди в этом смысле заговариваются и говорят какую-то ерунду. А вторая, была такая красивая идея, что надо бы, что-то такое сказать, чтобы вот все и дворники как бы понимали, что, ну, вот нельзя проигрывать. Ну, вот в такой корявой форме сказали. Не только на дожде бывают оговорки. Ну, да. Только с другими последствиями. Да, с другими последствиями, в другую сторону, ну, да. И все теперь гадают. Это не бояться. Нет. Это просто вот в такой форме свелось вот эта уже безудержная фантазия, которая внутренним каким-то отравлением мозга эсперирована. И желание еще вот, еще вот и такую цель достигнуть. Когда мы говорим о политических последствиях вот этой длительной войны, можно ли говорить, что она никак, она война, никак не повлияет, ну, скажем так, на текущий политический календарь. То есть, в 24-м году президентские выборы, там, в каком-то там еще году, там, очередные, там, губернаторские выборы и так далее, и тому подобное. То есть, Путин не меняет своих планов, хотя мы их не знаем, да, потому что ведь было предположение, что при успешном Блицкриге он на белом коне выезжает и объявляет, что, ну, вот я на вершине в зените славы и в зените побед покидаю сей пост и оставляю его там следующему, да. Сейчас при длительной войне, видимо, это невозможно. Или это и тогда было невозможно? Владимир Борисович, раз уж вы... Я на этот вопрос отвечал с 2007 года себе и в общем выработал форму. И что говорили? Я считаю, что Путин все время хочет на белом коне съехать в Геленджик, мечтает об этом и никогда никуда не съедет, потому что позволит. Вот и все. То есть он действительно внутренне, он сибарит. Он по природе своей сибарит. И хотелось аденсеопиниться как-то так и, ну, вот, вальяжно вести свою жизнь философа с Бердускони там общаться на разных. Ну, Ганди уже просто нету. И при этом, как бы, конечно, держать руку на пульсе полностью, но вот от всей этой текучки, от всех этих доносов, перегрослых друг на друга, вот как-то уйти, чтобы это все работало в автоматическом режиме. А жизнь все больше и больше приводит к тому, что даже если что-то и работало в начале его правления в социально-автоматическом режиме, а теперь все перешло в ручной режим. То есть он реально сейчас уже все, вот у него на руках часовой механизм вот только древний, вот этого ручного подзавода. Уже никакой батарейки там нету. Вот он носит на руках государство с ручным подзаводом. Вот если он его не будет подзаводить там каждые сутки, оно встанет. Понимаете? Ну, как же, чужь ехать, чужь ехать в Килиджик на белом коне. Зачем тогда обнуление? Понимаете, а мы же тоже в жизни мечтаем о чем-то там. Мечтаем, а не получается. Вот с моей точки зрения уход из власти это его утопическая мечта, о которой он сказал. И он никуда, к сожалению, он всегда будет метаться до последнего момента и никуда не уйдет, потому что он не может себе это позволить. Потому что вторым вообще, ну, вот потому, что я вижу, конечно, в душу в человека не влезешь, помимо вот этой склонности к комфорту, а он очевидно человек, который, в отличие от всех остальных вождей российского, он очень зависит от комфорта, вот он реально себе говорит, он любит хорошую жизнь. Понимаете, мы же видели эти сталинские дачи, ну, извините, пожалуйста, барыги провинциального не пожелаешь такого комфорта. А здесь, да, здесь имперская как бы эта роскошь. Так вот, помимо этого качества, второе качество, его мучают страхи. Вот ему мучают страхи и фобии вот абсолютно в духе Ивана Грозного. То есть он наедине с ними, то есть он боится, что если он отпустит руку, он вообще, с моей точки зрения, он фрик-контрол. Так вот у нас контрол, извините, пожалуйста. Вот он в этом смысле это очень тяжелое положение. Поэтому до 2024 года будет, скорее всего, очень много спекуляций. И вполне возможно, что эти спекуляции будут отражать какие-то реальные метания аппаратные, но никуда уйти он не сможет. Вы его, по-моему, пожалели сейчас. Да, Владимир. Он у нас пожалел. Он в тяжелом положении. Что он в тяжелом положении, вы же сказали. Он в тяжелом положении. К сожалению, из-за него мы все в тяжелом положении. Нет, он, кстати говоря, когда говорил, я помню, много лет назад. Много лет назад он говорил, что он как раб на галерах работает. Вот да, он так это все воспринимает. Но просто галера чуть-чуть подросла. Покрылась золом. Потекла. Такую хорошую вещь уже просто жалко бросить. Ну да. Михаил Иванович, вы тоже не верите, да, в уход в 24-м году? Или раньше, или позже? Ну, я имею в виду такой политический, конечно, исход. Я-то как раз верю. Я считаю, что просто это маловероятно, но вероятность такая существует. если Украине удастся совершить невозможное и одержать военную победу, я имею в виду военную победу на уровне хотя бы вернуть к ситуации 24 февраля. Уж я не говорю про ситуацию взятия назад Крыма. Если это удастся, то Путин, конечно, для своего окружения превратится в такой настоящий тяжелый пассив и его могут убедить, что ему имеет смысл уйти, пока он еще может оказывать какое-то влияние на назначение преемника, потому что в иной ситуации он может уйти уже сразу по-плохому. И с этой точки зрения я вот здесь слушал достаточно большие размышления и рассуждения о том, как они готовятся к возможному отъезду, побегу, как это было во времена рейс-канцелярии. Это вот Аббас Галямов рассказывал. И это означает, что все-таки мысли на эту тему есть. Они может быть не первоочередные и даже не второочередные на сегодняшний день, но они есть. И здесь проблема, как я возвращаюсь к началу нашего разговора, не в экономическом потенциале России как таковой, а в психологической готовности или неготовности, способности или неспособности так жить и работать. Я так понимаю, что окружение понимает, что не они сами, не Путин сам не способны с такой правлеческой задачей справиться. Так что вероятность такая есть. Потому что, понимаете, по моим наблюдениям, существуют, конечно, социологические опросы. мы им верим даже вот эти безумные цифры поддержки, в том числе специальной военной операции. Но если вы окажетесь в России и в больших городах, я думаю, что не только в больших городах, то ничего такого не увидите. Это цифры, они, по-моему, они только возникают, только когда вам зададут вопрос, и вы обязаны на него ответить. И тут же ты забываешь про свой ответ, и пытаешься, и, мне кажется, российское общество в большинстве своем пытается жить обычной жизнью, не военной, и вообще о войне об этой не думать. И поэтому оно не очень-то готово к защите Отечества. Если мы так определяем эту Отечественную войну и готовность на любые лишения, на любые жертвы, ради поддержки того курса, который взял Путин. Поэтому трудно сказать насколько. Я согласен, я согласен, что российское общество к этому не готово, и я считаю, что ни Путин, ни его окружение довести российское общество до такого состояния, чтобы оно было готово, не смогут. то, что они смогут это репрессировать какое-то количество людей. Это да, это да. Потому что давайте отдадим должное в какой-то мере Путину и путинскому режиму, потому что он приучил, особенно в первой части своего правления, в первые 5-10, наверное, может быть, меньше лет своего правления, это самое общество очень такой вполне благополучной жизнью. Я имею ввиду такое экономическое число. И, кстати говоря, и многие тех там либералы, как называют, тех, которые мы считаем оппозиционеров, я помню, как они говорили в начале 2000-х, что готовы ради экономических реформ, ради экономических успехов, готовы пожертвовать политическими правами. Это и произошло. Ну, а до чего это доводит, вот мы уже видим сегодня. Владимир Борисович, а вы что думаете по этому поводу? Я хотел сказать, что на самом деле я хотел бы отмотать кинопленку назад. А так у нас же в этом смысле преимущество есть. А вы помните, мы пели фарш, невозможно провернуть назад. Да, да, оказывается, возможно. Дело в том, что мы с Михаилом Борисовичем ответили на два разных вопроса. Я со своей юридической, так сказать, зацикленностью люблю уточнения. То есть, вопрос один, может ли Путин позволить себе добровольно уйти самостоятельно, потому что он как художник как себе это видит. Это один вопрос, я на него ответил. А второй вопрос, на который отвечал Михаил Борисович, он не менее интересен, но другой. Могут ли Путину сделать предложение, от которого он не может отказаться? А вот здесь действительно с Михаилом Борисовичем, потому что да, я такую ситуацию не исключаю. То есть, я не исключаю, что могут возникнуть условия, при которых ему сделают предложение, от которых невозможно отказаться. У меня есть как бы некое понимание условий, при которых это предложение может быть сформулировано и может быть успешным. То есть, есть некая общая формула, которая придерживается о том, что вот такой, ну по сути назову, как бы мы это не называли, хоть горшком печи, это переворот. То есть, в той или иной форме это политический, военный, невоенный, государственный переворот был. Такой переворот возможен при одном условии. Когда для высшей элиты, то есть, не той элиты, которая там культурная, окладная, вот когда, собственно, окружение Путина, риск неучастия в перевороте превысит риски участия в нем. То есть, вот до этого момента никто пальцем и другими местами не шевельнет, потому что люди всегда считают риски. То есть, при каких же условиях у нас, с моей точки зрения, риск неучастия в перевороте создает для ближайшего окружения Путина, их семьи и так далее, связанных с ними аферированных лиц больше проблем, чем риск участия. Но, с моей точки зрения таких условий теоретически я пока насчитываю три. Первое условие, если война до крайности и та часть элиты, у которых нет никакого будущего в любой иной России, кроме той, которая имеется, принимает решение о суициде. То есть, она реально замахивается на самого Уильяма Шекспира и пытается нажать ядерный слог. То есть, это означает, что у подавляющей части элиты, которая вполне может собежать и при других политических форматах, не надо увеличивать. И многие купят себе другие, в том числе и действия. То есть, у них альтернатива либо сгореть сумасшедшими, либо все-таки как-то это остановить. Это первое условие, такая точка невозврата, которая может возникнуть в критической ситуации. Вторая ситуация, это та, которую описал Николай Борисович, это, собственно говоря, если война заканчивается не просто длительным топтанием, а война заканчивается ощутимым, прежде всего, моральным поражением. Тут неважно, насколько оно будет военно значимо. То есть, например, действительно, выход к границам 24 февраля 2022 года, это пощечек. И дальше начинается брожение, но брожение не у той части населения, которая, собственно говоря, вот против войны, не у либерально-демократического сегмента общества, а брожение у тех, которые мечтали о том, что эта война будет, как там у нас один актер Растрига, это великая будет война, отечественная война, мировая война. Ну, вот значительная часть населения проигранная война. Это будет, да, это великая отечественная проигранная война. Тогда они что скажут? Они скажут, что царя подменили, как всегда в России об этом говорят. Царя подменили, ну, в данном случае тяжелее на царицу будет сплавить, царицу нас никто не видит, не знает, поэтому нет такого громадвода, как в 16-м году, что он царица немка, поэтому придет, а у царицы... А кто Распутин? Ну, пригожно с Раикиным на эту роль готовить. Да, я думаю, что Распутины найдутся, Распутины найдутся. Думаю, что они и есть, если честно говоря. Они и есть, но выглядят очень академично, так, понимаете. Не всегда Распутина можно распознать. Поэтому Распутина, понимаете, это же не смысл только женщинами, как-то не так. Распутина растление, скорее, вот такое... Растление двора, это такое моральное. Растление двора, а не растление лиц противоположного пола. Поэтому это вот вторая такая ситуация, которую я себе вижу. И третья ситуация тоже существует. Вот эта вот третья ситуация, она связана с вашим первым вопросом о длительной войне. То есть это вот, когда будет вот эта необходимость фазового перехода, и когда он пойдет, и там вначале как бы пойдет, что, мол, типа, ну, кассировать будут там Яшиных, там, всех остальных, это никому не волнует. И вдруг, они вдруг почувствуют, что алгоритм сбивается, и что начинается вот чистка этой шестой колонны, что удар по штабам. То есть это классика жанра, то есть когда надо развязать гражданскую войну, то без удара по штабам не обойтись. И действительно встает вопрос, вот на который Михаил Борисович обрабатывания, ну, надо пустить, ну, надо пустить под нож 25% в ФСБ, треть администрации президента. И так далее. И вот это третья ситуация, при которой будет вот некая маленькая вот мы знаем, что в принципе такая ситуация, она возникала где-то в 32-м по-моему, в 33-м годах, это была московская группа представителей, которая пыталась как-то ее представить, но была разгромлена. Но в принципе могли победить, дабы история пошла иначе. Мы же даже как бы видим один сценарий возможно, и погодит больше. То есть вот есть три таких ситуации, которые могут привести к смене парадигма. Но все они критичны. Михаил Борисович, но вы уже много раз говорили, в том числе вот в наших эфирах, в этой дорожной карте, о том, что всякого рода такого революционного изменения снизу, они возможны только увы, наверное, с применением оружия. Вы считаете, что мирные и мирные протесты это все ни к чему не приведут. Вот в этих всех сценариях это получается, что такого рода перемены возможны только сверху, относительно мирные, во всяком случае без перестрелок. Ну, я все время говорю о том, что применение оружия это худший из вариантов развития специй, но угроза применения оружия является абсолютно неизбежной. С этой точки зрения переворот в верхах это тоже угроза применения оружия либо применения оружия. То есть здесь как бы ситуация в этом смысле абсолютно никак не меняется. Я не твердо убежден, что нынешнее путинское окружение, нынешняя путинская элита готова к вот такой внутренней конверсии без привлечения внешних сил. То есть мне трудно себе представить, чтобы Шойгу, будучи руководителем Министерства обороны, был способен к каким-то самостоятельным шагам, тем более, что уважение к нему в общем достаточно минимальное. Мне трудно себе представить, что Бортников был способен к таким шагам, потому что его структура вся сплошь коммерческая. Колокольцев и так далее и тому подобное, не говоря о Золотове. Речь идет о том, и Путин из этого возможно делает для себя ошибочный вывод, ну или кто-то, не знаю, Путин как паранойик вряд ли это делает, что если все основные силовые структуры, они не способны вот к таким самостоятельным шагам, то все типа классно. Нет, на самом деле не классно. Это мы проходили в 91-м и в 93-м. Когда уходят игроки первого ряда, я имею в виду силовые игроки первого ряда, то тогда существенное влияние начинают оказывать силовые игроки второго ряда, у которых нет там 300 тысяч бойцов, но есть 20 тысяч бойцов, как у Пригожина или там у Кадырова или у региональных начальников. Надо же не забывать, что и в Татарстане, и в Екатеринбурге, и в Москве силовые структуры вот в таких масштабах-то присутствуют. И тогда просто этот вопрос опускается вот на этот уровень. Ну, более того, как мы с вами помним, по 93-му году совершенно не обязательно, чтобы вся армия поддерживала ту или иную политическую силу. Достаточно договориться с одной дивизией или с одним даже полком бронетанковым. И, в общем, вопрос решается, если остальные силовые структуры принимают решения на институциональном уровне не участвовать в развитии событий. Это вполне себе вероятно. Во всяком случае, то, что к этому Пригожин готовится, совершенно очевидно. Даже так? Вы тоже так думаете, Владимир Борисович? Ну, мне как бы, то есть, мне понятно следует, с чем я согласен, что решение будет силовым. В том ином вопросе, при этом необязательно со стрельбой, но с игрой моргалки это 100%. То есть, необязательно стрелять, достаточно смотреть, и кто отведет в глаза, тот проиграл. Ну, да, когда Берию арестовывали, никто не стрелял. Да, второе, что тогда ситуация с Берией, она пока видится очень хорошей смысле, боюсь, что молодостижимой, что это будет не силовое противостояние на макро уровне, как с Берией было, потому что там как раз во главе армии находились люди, у которых был колоссальный авторитет и опыт войны, и они авторитет конвертировали по сути в свой двойственный, по сути военно-политический переворот. сейчас как бы нет победы, чтобы эти все генералы получили авторитет. Мы не знаем, что будет с Суровикиным, то есть это такая странная фигура. Тут вышла статья буквально недавно на Западе, которая говорит о том, что это какой-то новый гений русской армии, которая там железная дисциплина в основном линию фронта и вообще готовится стать новым русским военным диктатором. Не знаю, насколько они адекватно оценивают русские реалии, хотя такая есть, такая точка зрения, такой угол зрения может быть. То есть, если, допустим, Суровикин прорастет и станет новым министром оборона, и если это будет подкреплено какими-то действительно реальными успехами на фронтах, я изменю свою точку зрения. А так, я согласен, что решение будет на микроуровне, то есть на микроуровне, где будут решать вот такие группы по 10-20 тысяч бойцов. А такие группы могут быть региональные, такие группы могут быть бандитские, и такие группы могут быть ветеранские. И, в общем, вот эта вот последняя среда, она самая интересная. То есть, очень многое будет решаться, кто будет контролировать тех людей, которые возвращаются, все равно будет ротация, которые возвращаются с фронтов, у которых кровь на руках, которые привыкли к запаху крови, которые могут вернуться с оружием. Я вообще когда-то сказал, и готов здесь это повторить, что, в общем, одна из причин, по которой гражданская война в России, вот этот характер, она связана с тем, что доступ к оружию, он очень ограничен сейчас в сравнении с первой четвертью 20 века. И вот эта война, она может самым неожиданным образом этот узел развязать и наводить страну оружием, и, соответственно, все эти споры, которые приходилось решать мирным путем, они будут разрешаться вооруженным путем, хотя бы потому, что будет гораздо легче схватиться за пистолет, ну, или за автомат. То есть я боюсь, что да, может сложиться такая ситуация, когда способность быстро мобилизовать хотя бы хоть как-то вооруженную, компактную силу будет главным политическим ресурсом. Спасибо. У нас остается несколько минут, и мы, как всегда, давайте их посвятим другому вопросу. Хотел бы получить ваш комментарий. Вот по какой теме. Буквально здесь где-то на днях появились цифры социологические, европейские. И, по-моему, там Америка тоже была, которая показывает настроение в Западной Европе, в основных странах Западной Европы, там, типа, Франция, Германия, там, грубо, 50 на 50 отношения, да, к украинской войне. в Америке, в Америке, там, поддержка Украины повыше, и она высокая в Восточной Европе. Тем не менее, вот, еще раз повторю, Франция, Германия, Италия, Испания, там цифры уже где-то 50 на 50, а где-то поддержка Украины уже меньше 50 процентов. Плюс к этому ваши личные наблюдения. Скажите, пожалуйста, Запад устает, я имею в виду людей, а не власти, да, на Западе вы чувствуете вот эту усталость от этой войны, от беженцев, от необходимости каких-то ежедневных жертв ради вот этой украинской всей истории. Михаил Бальч. Ну, смотрите, я бы здесь не обобщал. Есть Балтийские страны, есть Польша, у которых, на мой взгляд, не усталость, а все больше ожесточение на этом. Да, да, и цифры это показывают. Есть Великобритания, где пока готовность достаточно высокая. Есть Италия, в которой с самого начала как этот любимый мем, не так все однозначно. Я меньше себе представляю ситуацию в Германии и во Франции, но думаю, что во всяком случае по предыдущим подобного рода тяжелым ситуациям, там общественное мнение раскалывалось, тем более, что сейчас этот раскол подкрепляется энергетикой и так далее. Проблема заключается в том, что люди этого не осознают в широкой массе, а элиты, я надеюсь, осознают, что базовые проблемы, энергетические проблемы, им не решить без существенного военного поражения Путина. То есть эти проблемы, они решены не будут. То есть если ситуация подвиснет так, как она предполагается летом, то у Путина не будет никакой мотивации поощрять Запад понижением цен на энергоносители. Да и возможности, честно говоря, такое не будет. Более того, все будут понимать, что энергетический шантаж это часть того шантажа, который должен будет поддерживаться все время для того, чтобы не нарастили поставки в Украину. В общем, я думаю, что как бы это неприятно не звучало, для общества даже таких стран, как Германия, Франция и Италия, для них возможности коллаборировать с Путиным не наблюдается. Ну, а с точки зрения масштабов поддержки Украины, то вот если убрать в сторону энергетическую проблематику, то эта история не носит настолько существенного характера, Сань, прикиньте, что такое для Европы там 30 миллиардов долларов. Ну, вообще, это такое незаметное и несуществующее. Основная нагрузка лежит, естественно, на сегодняшний день поставками вооружений на Соединенных Штатах Америки, но и там, если мы посмотрим на цифры, ну, 60 миллиардов долларов в год. Ну, что такое 60 миллиардов при масштабе экономики там под 20 триллионов. Ни о чем. Спасибо. Владимир Борисович, у вас тоже ваш комментарий. Да, я постараюсь очень коротко. Я лично не чувствую какого-то существенного сдвига настроений за эти 8 месяцев эмпирически вы спросили вокруг меня. Я чувствую, что люди как были разделены на тех, кто занял однозначную позицию, на тех, кто говорил, что-то все не так однозначно. Просто голос вторых со временем стал больше слышен. Они никуда не делись. Не было перехода из лагеря в лагерь. Просто в начале войны голоса активных противников Путина и, скажем так, сторонников бескомпромиссной победы Украины были слышны больше. А голоса тех, кто этой точки зрения не придерживался меньше. Сейчас эти голоса наконец слышны. Второе. Я считаю, что в отличие от России, где довольно такая примитивная политическая модель, вождистская, особенность политической системы Запада состоит в том, что там есть очень много фильтров между массой и, собственно, властью. То есть эти фильтры, они, это и есть демократия, как ни странно, обратная ее сторона. И поэтому общественное мнение на Западе играет такую интересную роль. То есть с одной стороны оно имеет значение, и с другой стороны он никогда не имеет прямого действия. Это не механизм прямого действия. А выборы? Выборы тоже. Это довольно своеобразно. сейчас давайте не будем уходить, потому что выбирают, дают мандат на 4 года, и потом люди, которых выбрали, проводят политический курс, прямо противоположный тому, который они заявляли в качестве декларации во время избирательной кампании. Супрайз-супрайз, да? Но я сейчас о другом, что есть фильтры, которые не делают так, что произошел какой-то шифт общественного мнения, и политика поменялась. Почему? Потому что внутри этих фильтров заложена возможность для элит влиять на политический процесс непропорционально, скажем, своему количеству в общей массе населения. Но так устроена жизнь. Демократия это не совсем народовластие, хотя многие в России именно так думают. И в этой связи главный вопрос меня следующий. Как бы менялось настроение? Главное состоит в том, что сегодняшняя позиция Запада она единственная возможна с точки зрения принципов и ценностей, на которых базируется все это общество. И отказ от поддержки Украины он был предательством не столько самой Украины, сколько предательством того, на чем держится своя собственная самоидентификация. Это очень трудно сделать. Поэтому исключать ничего в жизни нельзя, но для меня на самом деле это очень сложный был бы процесс, который позволил бы перевернуть политику Европы, вывернуть ее наизнавку и сделать ее в некоторой степени про Кривлевская. Это очень трудно. Ну вот, спасибо вам. Вот и погадали на дорожной карте. И не только погадали, но и откомментировали. Тогда до встречи через неделю дорожная карта вернется. Будем гадать кофейной гуще. Хорошо. И назовем так программу. Хорошо. Счастливо. Спасибо. Спасибо.